здравствуйте дорогие телезрители мои афонтовцы и конечно подписчики на канале youtube сегодняшняя тема свекла и я хочу открыть вам все секреты правильного выбора семян и и посева и ухода за ней что любит что не любит почву перед посевом конечно бы желательно бы обработать опять же от всяких минирующих мук которые обязательно поражают именно свеклу тем раствором нашатырного спирта 1 столовая ложка на 10 литров воды пролейте почву можете через там два-три дня можете через два часа но чтоб потом в грязи вам не возиться вот я это имею ввиду чтобы верх все-таки был суховатый значит как правильно выбрать свеклу вы скажите какую любите свеклу круглую плоскую длинную а как разницы нет тогда конечно я всегда выбираю кроме допустим египетской плоской я не очень люблю бордо не очень люблю красный шар но не люблю потому что он не такой красный я очень люблю цилиндру одноростковую это настолько яркие борщ это настолько яркий салат это и под шубой это и свекла с грецкими орехами ну замечательно просто и цвет у нее просто знаете он просто зовет тебя чтоб ты все съела и отварная свекла как она полезна а сок какой просто супер не забудьте что сок три часа должен отстоять только потом его можно пить как я уже сказала что сортов свеклы очень много выбрать ваша задача на обратной стороне пачки всегда написан срок ее посева и обязательно написано что она любит и не любит так что любит свекла чтобы вам не вы же не любите читать да вот поэтому я вам рассказываю она не любит нейтральные почвы она предпочтет слабо кислую то есть небольшое количество перегноя под перекопку вы должны отправить все-таки небольшое количество минеральных удобрений это из расчета столовая ложка на 1 квадратный метр вы должны отправить такой препарат как макбор или просто борная кислота вы должны распылить в количестве одной чайной ложечки на 1 квадратный метр почвы перед копкой все перекопали подготовили все нормально вот на этой гряде можно посеять только один ряд свеклы максимум два и то есть это делать по краям кстати в теплице тоже можно сеять свеклу не вопрос значит я высыпаю из пакета вот осталось от прошлого года круглая свекла модана тоже очень неплохая ну очень неплохие семена они почти одинакового размера за некоторым исключением вот такие бы были все было бы просто здорово но они среднего размера и нету никакой черноты особой вот это можно удалить остальное все соответствует цвету семени и его размеру значит делаю бороздку и я совсем забыла пролить надо бороздку перед посевом я это обязательно сделаю учитывая что эта почва подготовлена здесь есть и борка здесь есть и перегной чик как положено и реакция почвы будет слабо кислая не кислая слабо кислая это разные цифры и это надо понимать шкалу кислотности почвы вам нужно выучить на и зусь так беру лейку посмотрите у меня будет один ряд а знаете все таки почему свекла принцесса на огороде я не устану это повторять она не выдержит затенение даже собственными листьями и нельзя ее сажать вот так у нее расстояние вот такое от свеколки до свеколки чтобы листьям было куда разложить и поймать солнышко это очень важно так моя лейка и я лью так проливаем бороздку ну достаточно чтобы было влажно хотя почва весной всегда достаточно влажно но поскольку посев у нее все-таки очень позднее нужно теплая земля конечно пролить придется может быть уже в конце мая там начале июня как следует значит влага садится и пока есть вода не надо сбрасывать семена почему потому что они поплывут как кораблики но вот здесь вот влаги уже нет смотрите на этой стороне влага впиталась и я раскладываю семечки вероятно что кто-то из них может не взойти поэтому по 2 2 да не в одну прямо вот эту штучку смотрите учитывая что вот свекла и вот свекла 2 и вот так по 2 аккуратненько не нарушая внутри упадет все равно придется вырвать но когда вырвать как только у нее плодик станет как яйцо а нам уже нужны борщи и салаты со свеклы вот тогда мы ее вырвем оставив одну для того чтобы она развела плод красивый не очень большой а соседство рядом с самого начала не даст ей вырасти уже огромный как кастрюля и у нас будет свекла прямо порционная есть такие сорта специальные они называются порционными и растут они вода не такими огромными как как это было в старину глубина заделки семян как правило до мелких там сантиметр полтора чуть покрупнее там два сантиметра поэтому не переусердствуйте засыпаем засыпаем не только там где семечка все засыпаем всю бороздку чтобы она у нас сохранила влагу можно с обоих сторон бортика снимать да вот здесь будет сантиметра два высота над семечками почвы и я опять делаю то что делаю всегда или граблями или рукой для того чтобы вот этот рисунок а обычно я делаю вот так поперек мне очень нравится вода будет вот здесь вот собираться и для каждого семечки будет очень комфортное созданы условия вот и все свекла посеяна с чем я вас и поздравляю но нам пришлось это делать в очень странных условиях уж простите пожалуйста у нас другого выхода просто нет нас просто залила всего доброго вам до свидания